Наши корреспонденты побывали в семье переселенцев из Донецка, сын которых пошел учиться в одну из школ на неоккупированной территории. Как провел он свой первый день, что меняется в школьной программе и в настроениях родителей, расскажет Аркадий Шарапов. Начало учебного года в семье Шагалиных. Волнуются все, особенно шестилетний Вадик. Он идет сегодня в первый класс. С каким настроением ты идешь в школу? С радостным. Немножко волнуюсь. Почему? Потому что я еще ни с кем знаком. Шагалины уехали из Донецка, когда сыну было четыре. Как и у всех переселенцев, позади у них несколько переездов, съемные квартиры, бытовые трудности, разлука с родными. Сейчас жизнь устоялась и семья уже не собирается возвращаться. Да, в принципе, устроились. Муж нашел работу. И мы переехали сюда. И, наверное, останемся. Игрушки остались дома. Надев наглаженный с вечера новенький костюм, Вадим отправляется в школу. Сегодня мальчик вливается в многотысячную армию школьников Славянска. Система образования города Славянска включает сегодня в себя 25 школ, в которые учатся 11 083 ученика. Из них 1120 учеников пошли в первый класс. С собой первоклассника только букет и небольшая папка. Тяжелые портфели ушли в прошлое. Не будет и домашних заданий. Младшие классы стараются меньше нагружать. Программа меняется коренным образом. Учителя отмечают, что и дети стали другими, более требовательными. Отличаются они сегодня тем, что требуют больше знаний, потому что меняется мир, меняемся мы и, наверное, подход к обучению тоже. Малышам сложно долго сидеть на одном месте, поэтому уроки сегодня длятся всего час. Но и за это время дети успевают подружиться. Не важно, откуда они. Из Славянска, Донецка, Горловки. Учителя не делят детей на своих и чужих. И даже довольны, что школьников прибавилось. Первый класс у нас сегодня пришло 98 человек. Это три дружных первых классов. Школа у нас самая большая в городе. У нас обучается сегодня 837 учеников. Среди них 71 человек переселен в село. Давно уже мирный Славянск, тоже зона АТО. Взрослые делают все, чтобы этот день прошел спокойно. Это и режим прекращения огня, и усиленные патрули на улицах. Но для детей сегодня важнее дружба, которая с этого дня и на всю жизнь.